Я обожаю суп. А что тебе больше всего нравится в школьной столовой? Когда нам дают больше мяса вкусное. Мне нравится кушать в школьной столовой. Очень вкусно. Самое вкусное сегодня, а это вот это, второе. Школьное питание у учеников школы номер 169 пользуется популярностью. Об этом говорят не только положительные отзывы мальчишек и девчонок, но и цифры. В столовой едят 699 из 914 школьников, то есть примерно три четверти ребят. Накрытие происходит за пять минут до начала приема пищи, и поэтому питание всегда горячее. Ежедневно с медицинской сестрой мы снимаем брокераж, пробуем все блюда. То есть все достойного качества. Кушают детки по-разному. Есть, например, макароны, сосиски, конечно, это любимые блюда. Рыбу едят намного хуже. Ну, это естественно, то есть к чему дома, если не приучили. У Алены Колобашиной и Ольги Коптюх по трое детей. Все ходят в 169-ю школу. Каждый месяц родители проверяют качество продуктов в школьной столовой. Мы очень довольны. Вся наша комиссия всегда довольна. Даже если мы приходим сюда сюрпризом, всегда блюда все горячие, порции большие, соответствуют нормам, мы довольны. У них по 6-7 уроков, а иногда они остаются и больше в школе, задерживаются. То я считаю, что питание горячее, оно просто им необходимо. Потому что даже с учетом того, что конкретно мои дети завтракают дома, то придя из школы, они всегда говорят, мама, мы после второго урока уже так хотели кушать. То есть всегда едят практически. Специалисты отмечают, в отличие от цен на продукты, стоимость школьного питания не увеличивалась уже 5 лет. Покупать самое качественное для детского стола становится все труднее. На молоко за эти 5 лет стоимость повысилась на 37%, мясо на 45%, яйцо на 50%. Вышли новые санитарные правила к организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, где выход порционных блюд из мяса, рыбы, цыплят было увеличено на 10-15%. И, конечно, стоимость повышения, стоимость питания позволит нам соблюдать все санитарные требования. После изменения стоимость школьного питания составит 80 рублей за завтрак, 96 за обед и 37 за полдник. Повышение в пределах 15 рублей – это минимум, чтобы хоть как-то компенсировать пятилетнюю инфляцию. Я считаю, что это вынужденная и обоснованная мера, так как питание детей – это залог их здоровья, поэтому оно должно быть полноценным и сбалансированным. Поэтому в связи с ростом цен – это необходимость. Цены растут, соответственно, приходится индексировать плату за школьное питание, потому что невозможно накормить хорошим полноценным обедом, завтраком ребенка на 66 рублей. Хотя при всем при этом школа это делает. Я считаю, что повышение цен – оно не такое значительное. Я считаю, что это просто необходимость. Многие родители готовы к такому положению вещей, лишь бы питание оставалось действительно качественным. Служба информации Екатерина Васильева.